Всем привет! Здравствуйте наши онлайн-телезрители! И снова с вами по три понедельник вместе с Тапово, 23 января 2014 год, я понимаю, что мы уже ждем большей презентации, но покажем. В пятницу я, чтобы на самом деле успел выйти на работу. Снова с вами, как всегда, Джордж Майкл в этой студии в Академии Бизнеса и Вкуса Тапова. И что же мы готовы с вами поделиться последними новостями, которые произошли у нас на той неделе, с момента последнего нашего бодрого понедельника и рассказать вам, что же у нас будет в течение следующей недели. До следующего дня. Да, Джордж, все-таки давай вспомним у нас какие были знаменательные события. Я думаю, самое главное в новом событии прошло это крещение. Вчера вся Россия праздновала крещение, в Украине тоже, да? Как ни странно. Праздновали крещение, все купались в проруби, крестились и духовно очищались от прошлого и настраивались на будущее. И, кстати, как вы, окунулся в прорубь, нет? Я, к сожалению, был вчера в дороге, поэтому окунуться мне не пришлось. Но это значит, что оправдание. Можно сказать, я в мылсе. Будем так говорить. В мылсе, да. И это хорошо. Это очень хорошо. Это будет половина нашего пути в январе. С результатами закрытия нас познакомит наш коммерческий директор чуть позже, когда он там... А, собственно говоря, я уже и готов нашего гостя пригласить к нам в студию. Встречайте, коммерческий директор ТАПа СНГ Вадим Витящев. Вадим, доброе утро. Доброе утро, друзья, коллега. Всегда приятно быть вместе с вами в прямом эфире. И, конечно же, радует наших консультантов, менеджеров, дистрибьюторов нашими последними обновлениями, новостями. Ну что ж, мы в самом разгаре уж периода большие недели. И, конечно же, мы регулярно подводим итоги. Вы знаете, что мы это делаем каждый день, утром, вечером. И сегодняшние наши утренние результаты. Итак, тройка лучших регионов, тройка лучших лидеров по объему продаж. На третьем месте регион Южный. Поздравляем команду лидеров дистрибьюторных центров региона Южный. Результат региона – 884 тысячи долларов. На втором месте регион Казахстан-Юг с результатом 971 тысяча 485 долларов. И на первом месте наш бессменный лидер по объему – регион Москва с результатом 986 тысяч 473 доллара. Я более чем уверен, что сегодня к вечеру в этих регионах будет побита планка по объему продаж более 1 миллиона долларов. Но наши абсолютные показатели, как вы знаете, это еще не все. Очень важны процентные показатели. Показатели по выполнению цели промо-периода больших недель в процентах. И нас, и так наши регионы – лидеры. Тройка наших лидеров. На третьем месте, демонстрируя, что стабильность – это признак мастерства, с результатом 30% регион Южный. На втором месте с результатом более 35% регион Казахстан-Север. И наш лидер, лидер на протяжении двух недель по результатам в процентах выполнения цели пуш-периода – регион Казахстан-Юг с результатом 41%. Поздравляем команды лидирующих регионов. Хочу еще раз напомнить, что по итогам второй недели, по итогам третьей недели, которую мы закрываем сегодня, мы составляем Олимпийские лиги чемпионов, куда войдут все наши лучшие консультанты и менеджеры, разместившие два и более квалификационных заказов. Соответственно, следите за нашими обновлениями, следите за нашими новостями. Сегодня у нас решающий день, мы закрываем неделю, поэтому внесите свой вклад в нашу победу над Османской империей. И, конечно же, мы ждем, что во всех центрах у нас будут достигнут уровень 50-процентной лидерской активности. У нас еще есть с вами время для того, чтобы все наши результаты вывести на достойный уровень. Побеждайте вместе с ТАПовым! Ну, а я на этой мажорной ноте хочу передать этот микрофон нашим бессменным профессиональным ведущим Михаилу и Георгию. Спасибо, Владимир. Ну что ж, мы вас всех искренне поздравляем с достигнутыми результатами, но впереди еще много работы. И мы сейчас с Джоржем познакомим вас с инструментами, которые будут действовать в оставшееся время больших недель. Все интересные события, акции, мероприятия, которые ждут нас в дальнейшем. Джорж, начнем с напоминания, что у нас сейчас действует. Как вы все знаете, уже активно работаете в третьей неделе и мы добавляли несколько усилений. Самое главное усиление, которое мы добавляли, это стопроцентная квалификационная активность в группе на каждой из недель 3, 4 или 5. И в подарок вы можете получить, если ваша группа, во-первых, если вы консультант, вы получаете в подарок кувшин прелюдия в черном цвете, овальный, литров от миллилитров. А если вы менеджер и в вашей группе больше 30 человек, вы можете получить в подарок при достижении стопроцентной квалификационной активности вот такие кружки с принтами тапу. Ну, а если в вашей группе чуть меньше, чем 30 человек, вы получаете в кувшин прелюдию объемом 1,7 литров в черном цвете, овальной формы. Да, ну и что мы отметим, еще хочу отметить, что в Украине менеджер с группой больше 30 человек получает в подарок вместо чашек набор Солярис, состоящий из двух красивейших чаш СК. Объем 3,5 литров, желтого и оранжевого цвета. Да, и оранжевых цветов. Что же еще хотелось бы сказать, у нас есть дополнительные подарки для хозяев, о чем мы говорили, это мы тоже запускали уже на прошлой неделе на уровне 250 на определенном хозяйском уровне. И, пожалуй, это правда самое важное усиление. Ну и, конечно, важное усиление, и о них нам будет говорить наш шеф-повар сегодня, это усиление изделия из наших металлических коллекций. Коллекции Vogue, Mirage, коллекции от шефа. У нас коллекция Mirage, коллекция от шефа и изделия. Мы добавили сковороду 28 см, и из коллекции Mirage и от шефа мы добавили Vogue и тоже 28 см сковороду. Сегодня мы их поготовим, интересненький рецепт, расскажем подробнее про сковородку. Вот так же, что у нас еще действует с третьей недели. На третьей неделе у нас действует акция 600 за 600 плюс почти 600, так его назову. Все гости, которые разместят заказ на 600 рублей или, соответственно, в регионах в местной валюте, получают 50% скидки на скалку из каталога, который будет составлять 600 рублей. Практически даже 600 рублей. Да, скидка почти 600 рублей и стоимость скалки будет 600 рублей. Отлично. 300 в Казахстане и, если мне не ошибает память, 180 гривен в Украине. Такие чудесные цены на отличнейшую новую скалку и, конечно же, невысокий уровень входа в эту акцию. Ну а больше всего, чего мне хотелось сказать, мы напоминаем, что только сегодня у вас остается возможность дорогие гости приобрести это, воспользоваться этим чудесным спецпредложением. Но, кроме того, есть еще одна вещь, которую только сегодня уже дорогие консультанты вы можете использовать во влаге своих гостей на четвертых и пятых неделях. И это, естественно, размещение трех квалификационных заказов на протяжении первых двух недель буш-периода, которые дают вам экстраординарную и прекрасную возможность воспользоваться двумя спецпредложениями от компании. Джордж говорит об олимпийском хит-параде и наших сахарных цитозаторов. То есть при размещении этих заказов вы получаете возможность предлагать данное специальное предложение вашим гостям на ваших плате. На четвертой и пятой неделе. С сахарницей, я думаю, вообще все в порядке. Надо разместить три квалификационных заказа за первые две недели буш-периода. С хит-парадами мне уже задавали вопросы, поэтому я сделаю небольшое пояснение. Сначала мы предлагали эту возможность на первой неделе буш-периода за два квалификационных заказа. Сейчас для того, чтобы вы могли это продавать и предлагать на своих плате, вы должны сделать три квалификационных заказа за вторую неделю буш-периода. Это, конечно, усилит наши продажи. Чем больше предлагаются аппараты, тем больше обороты мы видим в системе. Одно из самых прекрасных предложений. Это отличное творение. Просто олимпийские аппараты. Спасибо производству, что поддержали нас и Олимпиаду. Джордж, что еще у нас происходит? У нас, конечно же, не прекращается программа по рекрутированию. И у нас с 51-й недели по 5-й неделю 2014 года действует подарок. Термосереврователь в фиолетовом цвете с ручкой. Вот такое участие, специальный подарок у нас для консультантов, которые пригласят в бизнес новых людей. И эти люди квалифицируются, конечно же. Уникальное изделие, интересное, классное. Я его на прошлой передаче разбирал. Все знают, как с ним работать. Основание. Там есть трушлаг, крышка. Можете варить, размораживать, готовить макароны, креветки, гречневую кашу. Пользоваться с удовольствием. С удовольствием. Огромным удовольствием. Но это еще не все. Это еще не все. Я хочу всем напомнить, что у нас в России действует прекрасная программа «Кухня твоей мечты». Отличная программа, по которой мы предлагаем множество наборов, 21 набор изделий в невысокой ценовой, в различном ценовом диапазоне, которые, естественно, сделают кухню вас, вашу кухню и ваших гостей. Особенно кухню, кухню, которую вы мечтаете. Потому что это прекрасные наборы. И если у ваших гостей все еще нет изделий таповой, у ваших знакомых нет изделий таповой, именно кухня твоей мечты поможет вам сделать первый шаг и получить благодарных, без сомнения, уже из просто знакомых, благодарных знакомых, которым вы открыли все возможности посуды таповой. Отлично, Джордж, смотрите, у нас много всяких напоминаний. Есть, помимо напоминаний, нам больше не о чем напоминать, теперь мы рассказываем о том… Рассказываем о грядущем, о том, что к Олимпийскому… С другого ночного у нас грядет новая акция. Акция. Я бы даже назвал это программой «Глобальная инициатива». Это даже глобальная инициатива, глобальнейшая программа, глобальной просто не бывает. Инициатива нашего группы-президента Олега Гоулинса, прямиком из центрального офиса, центрального штаба, штаб-квартиры в Орландо. Программа «Фаза 2», я бы ее так назвал. Все мы помним мой успех, твой успех, ваш успех, наш успех. Твой успех, мой успех. Величная акция у нас произошла, отличные результаты, более 13 тысяч рекордов пришло в компанию на 48-ой неделе. Все мы знаем эту программу. И мы пока что не будем рассказать всех деталей, но мы с вами вступили в 2014 год. И все эти люди, которые к нам пришли в 2013 году, они должны показывать уже результаты. А самый главный результат рекрутирования, Джош, какой? Это, конечно же, продвижение. Фаза 2 у нас будет заключаться в продвижении. Мы будем с вами продвигать массивно весь год. И наша с вами главная задача, помимо продвижения, это прирост количества консультантов. У нас будут магические цифры. Наша задача с вами прирасти по сравнению с 2013 годом на 14% в конце 2014 года. То есть практически на 120 тысяч консультантам выйти. Ну да, примерно 114. Да, у нас сейчас 106 тысяч консультантов. Да, то есть 117-120 тысяч. 117-120 тысяч консультантов, это наша с вами глобальная задача. Результаты мы будем с вами подводить ежеквартально. У нас будут цели поставлены для менеджеров, для дистрибьюторов, для региональных центров. Конечно же, для центрального офиса в первую очередь. Как для кластера такого, для бизнес-единицы, которая входит в состав TEAM. То есть, видите, у нас идет мотивация на всех уровнях. А об этой программе, о ее деталях мы с вами поговорим. В следующий год, в понедельник, мы уже с вами подробнейшим образом разберем все аспекты данной программы. Но в среду Джордж лично пришлет анонс и уже подробности этой программы для того, чтобы дистрибьюторы и менеджеры смогли на собраниях менеджеров разобрать, что же им предстоит делать, на какие цели выходить. Ну, а вы ждите, соответственно, анонса. И в понедельник, на бодром понедельнике официальной коммуникации мы уже об этом назовешь. Она называется iROAR. Она называется iROAR, да. Такой вот чудесный логотип, вы можете уже с ним ознакомиться. В русской интерпретации она будет звучать, конечно же, по-другому, для того, чтобы она была понятна всем консультантам, менеджерам, потому что мы находимся с вами в русскоговорящем, да, в кластере. Поэтому будем говорить о ней по-русски. Вот. Так что ожидайте, ожидайте. В среду будет запуск этой программы, и вы узнаете все-все-все подробности программы, созданной самим нашим президентом, председателем совета директоров. Ну что же, вернемся к олимпийской, пожалуй, теме. Да. Олимпийской теме, а олимпийская тема у нас неспроста. Помимо хит-парадов, которые ты ласково держишься в руке, есть еще одна вещь, о которой бы мы хотели поговорить. Конкретно о том, что 23 января состоится день больших партис. День партис. Парис. We want to party all the time. Вершим перейти на английский, это хороший цель, тренд, да? Да, кстати. Следующий подпредельник пойдем только на английском языке, поэтому... Готовьтесь. Ищите курсы, за неделю вам надо получить английский язык. А мы помолчим. На втором понедельнике. Ну так и что, к чему это? У нас будет день больших партис. Две тысячи выигрышных звонков прозвучат в домах по всему СНГ, в России, в Украине и в Казахстане. Прозвучат две тысячи выигрышных звонков. И две тысячи консультантов, две тысячи хозяек. И, я надеюсь, тысячи и тысячи и тысячи и тысячи гостей наших... Минимум 16 тысяч. Да. Проведут и станут обладателями чудесных, 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 прекрасных подарков. Какие же это подарки? Давай вспомним, Михаил. Итак, у нас есть несколько подарков. Все три вы увидите. Давай начнем с подарков гостя. У нас будет вот такой стакан в салатовом цвете с отверстием для трубочки. Отличный подарок гостю, который придет на пати. Ваша пати станет выигрышной. К летнему сезону трубочку вставил, мохито налил и спокойно берешь на диване попиваешь коктейльчик. Далее. Подарок хозяйке у нас будет. Хозяйке. Да, компактус новинка в желтом цвете. Вот такой вот замечательный у нас компактус, который очень легко открывается, удобен. Легко закрывается, защелкивается. И можно его вот за эту ручку вытащить из ваших чередовых компактусов. Компактусов, которые у вас хранятся на полках. Очень удобный объем. Везде влезет. Там всегда для него найдется место. Не важно какой высоты у вас полка. И, конечно же, подарок консультанту. Чудесная розовая сырница кроха. Вернее, не розовая, я бы сказал, с розовым основанием. С розовым основанием. Отличное, очень красивое изделие. Я думаю, что некоторые из вас уже успели насладиться фактом владения этим изделием. Знаешь, я уверен, что у каждого консультанта и зрителя есть такой подарок, но, тем не менее, второй она лишняя лишь будет. И хотим, конечно, напомнить о том, что для того, чтобы стать чудесными обладателями этих изделий, надо, чтобы выполнилось два условия. Первое условие зависит от фортуны. Это то, чтобы ваша презентация стала выигрышной. Ну и второе уже зависит, конечно, от вас. Для того, чтобы вы стали чудесным обладателем, если вы консультант, то сынница, хозяйка такого чудесного компактуса, ну и ваши гости, их будет много, я уверен, таких чудесных стаканов, вы должны разместить по итогам презентации квалификационный заказ до конца воскресенья. До конца воскресного дня, то есть до конца недели. Но, кроме того, есть у нас еще один плюс – подарок, специальный подарок для хозяйки. В случае, если ваша презентация стала выигрышной, а размер заказа, который был размещен после вашей выигрышной презентации составил уже не квалификационный, а лидерский заказ до конца недели, то подарок хозяйке будет также сырница кроха в розовом цвете. Да, но это еще не все обязательно. Обязательно сделайте ваши пати тематическими. У нас сейчас олимпийские недели, они продолжаются, поэтому ваша пати должна быть анимизирована, анимационно в стиле олимпиады, рецепт олимпийский, рецепт, посвященный кому-то из спортсменов, вашему любимому виду спорта. Вы должны одеться по-олимпийски. Обязательно сфотографироваться и выложить это в специальной группе, созданной в социальной сети ВКонтакте. В нашей группе есть пять альбомов, будет создано пять альбомов по пяти темам, связанным с разными олимпийскими видами спорта и связанными, собственно, с разными рецептами, которые вы хотите сделать на... Мы очень хотим, чтобы вы их сделали на ваших парнях. Это одно из условий для того, чтобы получить подарок. Да, кстати говоря, это очень важное условие. Я говорил про два, есть три условия. Нужно еще фотографии с вашего, с этого чудесного мероприятия. Почему? Потому что мы хотим, чтобы ваша пати... Ваш успех увидела вся страна, все наши пользователи ВКонтакте, и мы в том числе хотим видеть вас в лицо нашего потребителя. И наших консультантов. Ну конечно. Итак, скоро, совсем скоро день больших парнях. Через три дня. Через три дня у вас остается немного времени для того, чтобы взять у дистрибьютора талончик, заполнить его и вернуть его дистрибьютору. Рассказать, когда у вас будет парня, оставить там свой телефон. И, естественно, телефон хозяйки, по которому на выигрышные презентации дозвонятся сотрудники офиса и смогут осчастливить вас своим звонком и вашим выигрышем. Олимпийский парень. Олимпийский парень. Олимпийский парень. Победный, чемпионский. Да. Я думаю, что вспомним мы тут олимпийский принцип, что главное не победа, главное участие. Перефразирую немного в том, что независимо от того, что будет ли ваш звонок выигрышный или нет, вы в любом случае одержите победу, просто приняв участие в марафоне для большой пати. Потому что, даже если ваша презентация не станет выигрышной, вы выиграете в том случае, в любом случае. Потому что у вас будут прекрасные, хорошие заказы и множество новых знакомых. Я такой Джош полностью согласен. Ну что ж, я так думаю, что у нас с новостями все. Ну давай посмотрим нашу шпаргалочку, что что-то таить. Мне кажется, что да, мне кажется, мы завершили. Я вспомню еще раз, последний раз скажу, вернувшись, заканчивая тему олимпийских паттис, напомню, что на всех наших презентациях мы еще и, конечно, предлагаем наши возможности. И у всех консультантов России есть еще чудесная возможность предлагать в качестве набора успеха для своих гостей любой сет из «Кухни твоей мечты». Поэтому «Кухни твоей мечты», «Чудесная листовка» станет счастливой для вашего гостя и еще и потому, что он откроет для себя возможности консультанта. Акция действует до девятой недели. Что же касается Украины и Казахстана, то мы сделаем небольшую интригу. И скоро у вас тоже эта акция и эта листовка тоже будет действовать. Конечно же, мы не обделим наших консультантов из Украины и Казахстана. Ну что ж, на этом, я думаю, все. И под ваши бурные аплодисменты мы готовы перейти к нашей традиционной рубрике, вкусной рубрике. И встречаем в этой студии нашего бренд-шеф-повара Александра Алексашина, который у вас появляется за кадром. Он очень сильно показывал, какой стиль пати у него будет 23 января. Саша, мне кажется, что это было у тебя такое движение? Это скандинавская походка. Хорошо, давай мы уберем этот стол, который нам сейчас будет не нужно. А мы перейдем к рецепту. Александр очень хитро уже вытащил все наши столы, и мы готовы приступать к рецепту. Я уже вижу, какой рецепт будем готовить мы, Александр. Давайте его огласить всегда нашим рецептам. Да, сегодня мы будем готовить теплый салат. Называется салат с креветками и кориандром. Вот креветки, обратите внимание, у меня находятся в охлаждающем лотке. Я обожаю это вообще. Когда креветки, это просто делишес такое. Чуть повыше подними, чтобы зрители тоже могли насладиться. А запах? Запах? В этот охлаждающий лоток помещается килограмм креветок. Килограмм. Килограмм. Килограмм креветок, да. Там объем всего 800 миллилитров. Да, вот. Тем не менее весь пакет. Плотная креветка. Я предлагаю сегодня все пожарить. А у нас... Я думаю, знаешь, мне очень нравится, я бы хотел вообще отдельно отметить это чудесное изделие Таповое. Я бы хотел отметить чудесный рецепт у нас. У зрителей прибавляется и прибавляется. Я так понимаю. К нам на запас креветок приходят зрители, и за нашей камерой сейчас все больше и больше людей, которые с жадными глазами смотрят на креветок и восхищенными на Александра. Я предлагаю Джорджу в следующий раз людей, которые участвуют в тестировании рецептов, в пробах, привлекать к подготовке этих рецептов. Все тогда, все согласны. Это чудесная идея. Это прекрасная идея. Ну что же. Перейдем к рецепту. Перейдем к рецепту. Между прочим, сегодня мы будем на салат. Салат, это понятно, что он с креветками вкусный будет. А готовить мы его будем на сковороде 28 см от шефа. Из кориции от шефа. Которая будет усиление на третьей... С третьей по пятой. С третьей по пятую неделю. Да. Вот, Джордж, у тебя сколько сантиметров сковорода дома? 24. У меня сковорода 24. Чуть поменьше, чем она. Да. А хотел бы иметь 28. Пожалуй. 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 Я думаю, что ответ будет более... Главное, не размер. Ответ будет более утвердительным после того, как мы приготовим этот салат. Отлично. Для начала нам необходимо подготовить ингредиенты для этого салата. Нам нужно нарезать ломтиком грибы. Ломтиком ты имеешь в виду долечками, да? Да. Давай дольками. Грибы, шампиньоны. Вот такие вот большие грибы. Ну, сковорода у нас не маленькая, собственно, и ингредиенты должны быть подобающие. И креветки у нас... как раз это ломтик. Это ломтик? Это долька же, нет? А долька... Ну, помнишь, как... А, долька? А, это долька, нет? А вот это вот, да, долька. Вот. Креветки у нас тоже не маленькие. Королевские, тигровые. Вот эти вот креветки. Это самый очень смак. Размер 13 на 15. Георгий, а ты можешь нарезать креветок. Отлично. Сударский парад. Это, кстати, ростки сои. А, это ростки сои. Не угадал, не угадал. Саша, я правильно понимаю, что ростки сои вообще, в принципе, во всех таких восточных рецептах используются, да? Они как-то любители поджарить их с креветочками. Да, любят они не только там креветки, но вообще в свое блюдо, которое они готовят, добавлять вот эти вот ростки сои. А они у нас питательные, да, какие-то? Или в чем их секрет? Да, вообще. Сое очень, соя богата белком. Вот. И вот этот растительный белок, он как бы может частично заменять белок, который находится в мясе. И люди, которые, да, вегетарианцы, они употребляют... То есть они хитрят, так понимаю, да? Все-таки белок хочется получить, а мясо есть как-то религия не позволяет. Вот они жуют сою. Есть масса способов добыть белок, вот. Но есть сою, это один из них. Ну что же, вот такой кориандр, очень ароматный. Миша, это тебе будет. Ты точно скажешь. Я уже вообще чувствовал в первых секунд нарезания этого продукта. И, скажем так, еще один ингредиент у нас остался, это вот такой кабачок. Он такой, знаешь, нейтральный. Цукини-кабачок. Цукини-кабачок. Кабачок, он более такой бледноватый, и цукини более темный. А у нас такой нейтральный, то есть... Шикарный кабачок. Кому что нравится, так и назовите. Миша, как вам? Соломкой сможешь нарезать? А, соломкой? Стой, подожди, давай, как ты любишь. Сначала на сегменты, на три части. Вот. Теперь на пластинки. И потом, как ты уже научился, профессионально просто нарезать это. Вот. А мы с Джорджем пойдем разогревать сковороду уже. Чтобы все видели, как я профессионально сейчас запариваю. Вот. Цукини. Отличнейшая вещь для сковорода. Да. Мы ее как раз будем, пока Майкл нарезает цукинию. И эта сковорода очень хорошая ручка. Мне всегда в ней нравилось. Быстро нагревается и аккумулирует тепло за счет пятислойного зна. Если хочешь, можно дойти вот сюда, чтобы, да, чтобы Михаил не затмевал своим умением нарезать овощи. Сам процесс приготовления салата. У меня был хороший учител в твоем лице, поэтому... Ну, вот я вижу, да. Вот уже. Я постараюсь не подвести. Редукционный блюдер. Это отличная вещь. Немного, я так понимаю, да? Да. Наливает так, чтобы чуть-чуть закрыло дно. Так, буквально. Где-то миллилитров пятьдесят, макс. Даже не вижу, да, миллилитров тысяч. Да, она финишный прямой. Прекрасно. А мы пока обжарим. В первую очередь пойдут у нас ростки сои. Раз сами по себе ростки, они немножко жестковаты по своей структуре. Вот. Им нужно дать время прогреться для сравнительно такой мягкости. Чуть побольше, чем креветки. Вот. Но они должны остаться, тем не менее, хрустящими. Высыпать? Да. Прямо можешь все высыпать. Видишь, уже как быстро нагрелась плита. Я так понимаю, что салат с мотками Азии, да? Поэтому мы его не будем закрывать. Нет. Закрывать мы его не будем. Мы при открытой крышке. Джордж, а ты умеешь уже прям пройти себя на меру? Откидывать? Да. Профессионально мусорить ногу. Мусорить могу, да. Прекрасно. У меня готово. Я тебе говорю, Джордж, научусь, а Саня меня учил. Ну, пойдем туда. Берем это все. Давай я помогу. Кориандр сожму. А чем у нас отличаются петрушки и морозваяния? Нет. Кориандр это... Финза. Смотри, правильно делаю? Ну, короче, смещаем. Смотрите, если вы хотите научиться подкидывать и делать ваше приготовление блюдо таким эффектным, вы можете подкидывать то, что у вас готовится в сковороде. Я тренировался на висе. Что надо делать? Берете рис в негорячую сковороду, насыпаете его, потом смещаете в краевом сковороде и снижаете. Оп! У нас не останется. У нас соль. Зря для обреченного сможет. Попал. Теперь добавляем туда креветки. Ну, я предлагаю не все, а половиночку. Теперь помогут щипцы. Добавляем туда креветки и на быстром огне мы их обжариваем. Думаю, остаток креветок называет наше на море успеха. Обязательно доделаем это любому. Да, не оставим креветки без дела. Я даже предлагаю прямо сейчас. Саша, мы понимаем, что они готовы, когда они поменяют цвет, правильно, на розовый. Да, и мы добавим сюда буквально несколько, знаете, для остроты креветки. Да, тамбаска. Именно для остроты. Я предлагаю закрыть двери на замок, потому что сейчас народ у нас... Нет, это хорошая идея. Держится. Да. Я в этом второй, наверное, не легче был. Тамбаска. Тамбаска. Причем мы добавляем именно креветки с ростками соли. То есть у нас не весь салат будет острым, а именно вот сами креветки будут иметь такую название. Креветки уже покраснели, да, и мы добавляем сюда... Грибы. Грибам тоже надо дать время для того, чтобы они проверились, поджарились. Даем чуть больше времени. Слушай, а нас много, да? У нас много, салата не так много. Вот. Я. Ну, мы их обжарим чуть-чуть, так вот, буквально, чтобы они прихватились. Шампиньоны – это вот такие грибы, которые можно есть в сыром виде. А, да? Да. И, причем, есть такой потрясающий салат, он готовится так же, как греческий. Будучи, когда мы еще работали с Александром Серезиевым вместе в заведении общественного питания, по названию «Майдебарад». Вот. Мы там готовили салат. Салат. Грибы начинают, может, поменьше делать. Чуть-чуть добавить. А все это нам потом пригодится. Мы добавим туда немножко жидкости, и это будет переходить в салат. Теперь, грибы немножко уже прихватились, мы добавляем туда цукини. Цукини вообще нужно давать прям по минимуму прогресса, поэтому мы их добавляем в самую последнюю очередь. Я прям смотрю, знаешь, Александр хочет мне сказать, что, не дай Боже, у нас была бы сковорода не 28 см, ничего бы у нас не получилось. Естественно тоже. Почему? В каждом доме должно быть минимум одна сковорода 28 см. Потому что щедро простое салата. А, ты так сказать, что если бы мы были у тебя дома и готовили на сковороде 24 см? Я думаю, если бы мы были у него дома и что-то готовили, то была бы сковорода 20 см. Я даже думал, что надо было бы кастрюле, где бы мы были применены. Смотрите, для аромата я добавляю сюда немножко коньяка. О-о-о. Поджигать не будем? А вот у меня, в колене, ничего такого с собой искрящего нету. Вот. А замер? Да. Да, для эффектности. И если бы мы были у Джорджа дома, можно было бы запалить что-то. Да. Не то, что тут полить, а подкорректировать потолки и не выдержать. Вот. Сейчас как раз под действием коньяка, паров коньяка все это... Наше настроение улучшилось под действием паров коньяка. В разы. В разы. В Москве еще 12 часов, как бы у нас уже... В понедельник становится уже... В понедельник работать. Да. Еще и том на понедельник. Тем более, если в ресторане это тоже коньяк? Нет. Это секретный ингредиент. От шефа. Да. Практически от шефа. Который, скажем так, позволяет употреблять в пищу вот этот вот салат без соли. Некрасно. Я так понимаю, это соевый соус. Все верно. Да. Сколько я, почему я научился за это время, если по касанию работы, я могу уже угадывать даже, что же может быть заменителем соли. Да. Вот так вот, в закрытом виде, без запаха и без возможности. На цвет. Найди скремленный цвет. Сквозь призму красного гломика. Угадываем. Что же в нем находится? Плеснем. Добавляем, да, соевый соус. Салат получит именно такой более темный цвет. Я еще соевый вкус. Собственно, и вкус, да, соевого соуса. И вот этот весь букет, который там и греветки, и шампиньоны, грибы, и раскисуи, мы еще усилим кинзы. Кариан. Да. Кариан. Ну, собственно, ты не ошибся, это одно и то же. Саша, знаешь что, я хочу вернуться, на самом деле, к очень важной теме этапов. Мы, когда сами этапы мы готовим, мы говорим, что мы готовим ресторанные блюда, но по очень сниженным ценам. Вот давай просто прикинем немного, сколько бы это нам стоило в ресторане одна порция. Здесь у нас примерно четыре порции, да, в среднем где-то? Салаты, четыре порции здесь точно. Здесь четыре порции салата. И у нас еще остались. Насколько я могу судить по ингредиентам, если бы я сказал в ресторане, ну где-то по 400 рублей примерно за порцию такого салата. Может быть даже больше, потому что креветки тегровые, они дорогие, в принципе, да. И ресторан там запросил, я думаю, даже по 500 рублей. То есть в среднем где-то две тысячи рублей у нас ушло в ресторане на вот это блюдо. Здесь сколько, что мы потратили? Один цукини, ну рублей 30, да, где-то. Креветки, да, у нас самый дорогой бы вышел, а мы закинули сюда полкило креветок. Примерно рублей 250-300 максимум, да. 300 рублей максимум. Грибы 100 рублей плюс все вот эти... Пучок травы. Пучок травы еще плюс 100 рублей. То есть, ну примерно 500 рублей мы потратили. То есть, ну мы фактически сэкономили четверть цены, да. Да. Поэтому, зачем ходить в ресторан? Купили креветок, посмотрели в первый понедельник. Купили себе сковороду 28 сантиметров. По специальной цене именно на больших неделях. И можете радовать ваших гостей ресторанным блюдом. Вот такой. Ну что ж, кажется, наша сковорода уже приготовила. Да, давай покажем, что у нас получилось. Распользуемся, кстати, тоже чудесными нашими тарелками, которые у нас тоже в программе есть. Да, у нас концептуальная хозяйка в программе. Ну вот здесь мы как раз в этой концептуальной хозяйке, помимо супов, можем добавить и... Чудесный салат. Салатик. Так. Я предлагаю все вот эти вот грибы с... С... Ого. Что? С... С языком что-то. С... С... Пары коньяка. Не пойму. Грибы, вот это вот цукини, все в центр, а сверху украсить большим количеством вот креветок, чтобы салат наш выглядел... Крачно. Согласен. Я пока его посмотрю. По-богатому. По-богатому вот так вот. Обложим все это креветками. Зрители, смотри, все... Все больше и больше подходит. Стягивайся ближе и ближе. Все ближе и ближе, да. Ну что же, очень красиво получается. Я думаю, что уже можно показать нашим зрителям, что же у нас получилось. Такую завершающую креветку. Завершающую креветку. Королевскую креветку наверх. Вот так мы ее посадим. Да. И... Чудесный запах. Хорошего приспособления. Так, все у нас здесь как попробуем. И вот такой вот чудесный, собственно, сам салат. Так, Джордж, видно показали. Давай делай самое главное. Пробовать на вкус. Я вот думаю, возвращаться ли к вам. Давай, давай, давай. Там еще полкило креветок. Иди туда. Так. Ты вот сразу решил так, да? Ммм. 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 Чуть не распробовал на ночь. Я смотрю, что ты не хочешь есть траву. Сейчас попробуем траву. Ты даже ешь клюк и распробуем. Не хочешь продавать это зрителям. Ну что же, действительно очень вкусный салат. Врата, 28 сантиметров, творим чудеса. Александр решил не пробовать. Он знает, как это на вкус. Тогда я траву чуть-чуть. Попробуешь, да? Понятно. С салатом, наконец-то. Угу. Нужно попробовать каждый ингредиент по отдельности, чтобы понять... Действительно, табаско подействовало только на сою и креветок. У нас на сою точно есть табаско с грибочками. Ну что же, мне очень понравилось. Ммм. Я думаю, пришла пора прощаться. Это хороший, например, рецепт, который мы можем предложить вам сделать на ваших пати 23 января. В день, когда вы соберете множество гостей. Множество гостей. Давай подадим пример нашим телезрителям. Мы посвятим этот рецепт, например, кому? Например, нашей сборной по хайкею. Почему плавание? Ну, если что, кому репродукты? А, плавание – это летняя олимпиада. Давай в хоккей. Давай в хоккей. Давай в хоккей. Здоровое питание. Здоровое питание. Замороженое. Креветки тоже более замороженные. Надеюсь, наши хоккеисты такими не будут. Тоже в стаи бегают. Скользят практически. В наших желудках. Ну, что же. Наши фотографии вы уже видите. Даже не фотографии, а движущиеся картинки. В социальной сети, я думаю, уже попал в наш эфир с вами. Да, естественно. Поэтому, если кто-то по какой-то причине пропустил рецепт, вы обязательно можете найти это в архиве ТАПового ССИ, да, на официальном сайте «Бодрого понедельника». Поэтому пересматривайте эфиры, смотрите для себя какие-то дополнительные новости, которые вы по какой-то причине пропустили, не услышали, не попали на ассамблею. Все актуальные новости в «Бодром понедельнике». Каждый понедельник. Каждый понедельник. Вместе с ТАПово. Вместе с ТАПово. Оставайтесь вместе с нами. Оставайтесь с ТАПово. ТАПово.